Здравствуйте! С вами Лавик Нигачей! И мистер Фрей В игре Франбоу Где мы уже нашли кота Ну кстати, знаешь, мне на самом деле Кот больше нравился неживой Да, да, у меня самой немного другое впечатление Да, мне как-то вообще Знаешь, у меня получился тот голос Вот когда я увидел этого кота вот именно Ну в черно-белом варианте Он был классный, мне прям голос прям пошел А вот с этим котом он как-то не работает Блин, как-то что-то Это не очень похоже на кота, который будет с ней разговаривать Ну впрочем, ладно, черт с ним Переживем и такого кота Ну может быть в этом Может быть это даже и лучше Тут кот, ну как-то больше в рассказе А это более живой кот Поэтому и в принципе должно быть Другое впечатление немного Ну так-то да, это чистая правда Тем более, что он не про какие-то таблетки говорит, что не говорил Ну тем более, да Здрасте! Да, это заставляет вздрагивать Ну у меня от этого мурашки, короче И от этого в принципе тоже Я в принципе хожу, у меня бесконечные мурашки в этой чертовой игре Ох, вы меня напугали Я тоже так думал Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Погоди-ка, логика Логика, погоди-ка, логика Там лежало тело девочки, да? Да. Оно было порезано, правильно? Да. По-моему, там у этой девочки головы все-таки не было, да? Да. Погодите, эту голову кто-то себе пришил или что? Возможно. Я не понимаю, что происходит. Просто не понимаю. Причем тут старая женщина? Причем тут вообще... Чего? Причем во всем этом явно какая-то большая общая мысль есть. Намеков тысячи на что-то. Ладно, давай продолжим. Они действительно меня пугают. И все это... О, Господи, она попила забавно. Угу. Так. Вот ты где. Я не знаю, как это читать. Давай ты читай. Да, да, да. Они же девушки вроде бы. Вроде бы. Вот ты где. Муж, дай тебе. Где твоя голова? Вторая голова, в смысле? Угу. А я знаю, где моя вторая голова. Ее украли иллюзии и показывали мне ее через окно. Ха-ха-ха. Они не хотели мне ее вернуть, так что все нормально. Был дело. Угу. Че, какая? Левая, правая? Оба вопроса стрёмные. Не нажимай, что хочешь. Моя голова? Моя голова на нужном месте. Драгоценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Что ты несешь? Ну, допустим, а. Мы это, в совершенном замешательстве. Ага. Я в полной растерянности. Леди, о чем вы говорите? Френбоу. Это твое имя, так? Твоя мама и папа трагически погибли. Очень жестко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Да, это правда. Я даже могу... Да, да, да. Вы меня пугаете. Как вы можете все это знать? Мы просто знаем. Должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься. Плохие вещи происходят со всеми. Постоянно. Так, что же это получается? Получается, они говорят, что они часть этого мира, и они должны знать. То есть, ее в каком-то смысле выдумала Френ, или что... Но только в каком-то смысле. Здесь есть большая история с этими девочками. Там все очень слишком запутанно. Да, да. Сюда? Сюда? Это может. Что-нибудь, да... Скорей бы я. Хотел бы я, чтобы ничего не произошло. Я растеряна. Не желай невозможного. Ищи решения и ответы. Хм. Опять же? А. Ээээ... А. Да, но мои мама и папа никогда не вернутся. Выпей чаю и съешь кусочек торта. Тебе станет лучше. Кто вам рассказал, наверное? Спасибо, но мне нужно знать. Кто вам рассказал обо мне? Ты боишься, маленькая Френ? Б. Конечно, нет. Мне любопытно и все. Я скорее озадачена. Ты еще не спрашивала о своем коте, мистери Полночь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Как они прям схватили руки и уставились на нее. Прямо изо всех сил. Ты так спокойно. А ведь нашла его в клетке. Голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Мы что, должны дрожать от страха вместо тебя, что ли? А, да-да-да-да. Ну, не знаю, что-нибудь. Я люблю его, поэтому я здесь. Я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Немедленно откройте клетку. Он голоден и хочет пить. Прошу. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям скрывают голову, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секрет, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука. Это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А еще я видела настоящую семью шишек. До того, как я сюда попала. Они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я все думаю, а шишки любят ягоды, и свинья любят ягоды. Что же мы такое убили, что любят ягоды? Или мы ничего не убивали? Возможно, мы ничего не убили, или действительно что-то убили. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу. А теперь я здесь. Ищу мистера Полночь. Вот это приключение! Сколько тебе лет, Фрэн? Мне 10 лет. Скоро будет 11. А вам? Нам 16 лет. Мы старше те. Поэтому ты должна нас слушаться. Эх. Что? Что-нибудь. Я не знаю. Я не хочу вас слушаться. Вы не можете мне указывать. Ты не поинтересовалась, как нас зовут, как невежливо. И ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая. Глупая маленькая девочка без семьи. Наезд какой. Даже не знаю. Простите, я бы сказал не в том смысле, что... Извините, что я была не такой грубой. Простите, я бы сказал в том смысле, что... Простите! Вы что, зачем охренели? Что-то в этом духе. Вот. В таком случае, возможно, я не глупая. Ты как думаешь? Тыкай, в общем. Я не глупая. И у меня есть семья. У меня есть тетя Грейс и мой котик. Ты плачешь. Если ты плачешь, значит попадешь в беду. Реально заплакала. Да. Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Что за тварей мы встретили? Я, собственно, и ждал, что это будут твари. Но я хочу ранить совсем твари. Неприятные, то есть. Ага. Говорят, стремные вещи. Ты понимаешь? Так, меня не запугать? Ага. Что-нибудь? Вам меня не запугать! Освободите моего кота! Идиотка! Сама напросилась. Если ты не сделаешь, как мы скажем, плохие вещи произойдут с твоим котом. Мы заставим тебя убить его собственными руками. Эм, слушай, есть ли у тебя желание решить, как нам вообще относиться к ним? Нам делать, что они говорят или нет? Хмм. Ну, раз начали эту линию, наверное, продолжить. Не, почему? А мне кажется, не обязательно. Не обязательно? Я так думаю, я не знаю. Хмм. Сложный вопрос. Нет, пожалуйста, наверное. Окей. Нет, пожалуйста, я сделаю все, что вы попросите. Хорошо. Теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? О, Господи. Какая еще Энни колдовала. Это, кстати, даже интересно услышать. Энни, это та блондинка в больнице, которая бродила. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это интересно. Которая нам пилюль дала. Это интересно, да. Да, Энни тоже колдовала, но она не имела понятия, как это работает. Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт. Будь внимательна и точняй, иначе произойдут ужасные вещи. Хмм. Так. О, черт, не успел прочитать. Хм, сделайте сами, смогу я Ну, сойдет Почему вы не сделаете это сами? Мы не можем Это нас убьет Знаешь, мы не были такими прежде Мы были двумя разными людьми В разных телах Но как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно Что-то предстало перед нами Мы думали, что это был ангел Но это было не так Он решил, что мы должны провести вечность вместе Он проклял нас на такое существование Мы так и не поняли, почему У нас есть заклинание, чтобы вернуть его Но мы займемся этим позже Когда не будем привязаны к друг другу Мы покажем ему, что он бессилен Он пожалеет, а садеянам Хм, странно, реально странно Какой нафиг ангел? Получается, то, что они нам дали Это все-таки не призыв его Или все-таки призыв его Это очень-очень странно Скорее призыв? Не знаю, тебе что больше нравится Ну, что-нибудь я не знаю Что мне больше нравится Это ужасно Я сделаю все, чтобы помочь вам Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала Из-за того, что ты такая психованная девочка Ты не сможешь говорить со своим котом Ай, чего? Тебе придется ждать, пока мы не вернемся Прошу, дайте мне поговорить с ним Позвольте дать мне ему еды Нет, нельзя Эй, она ушла Эфрен, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что им можно открыть? А, глупая Приглупая девчонка Странная такая тварь пошла Да Е-мое Так, а все еще не моя чашка Понятно Господи Явился И назад ушло Снова он Но я не принимала таблетки Так не говоря о том, что это бред какой-то Что ж Он открыл окно Благодарю Но кто он? Все это очень странно Крайне странно Надо благодарить Да Совершенно непонятно Абсолютно Полный бред Хм Так, ну да Это окрашено черно-белой Понятно Хм Е-мое Так, давайте подумаем Смотрите Так, здесь Две головы и кот Да? Две головы и кот Здесь две головы и кот Здесь они стоят отдельно Да Но они очень молодые Очень молодые Возможно возраста Френ Здесь они вместе Непонятно Угу Так Здесь их вообще нет Здесь они отдельно Здесь они мелкие Очень мелкие, да Ага Так Далее ниже Что-то еще было, да Здесь слева Ага Здесь слева Просто труп И нет головы Да Угу Неужели просто И там были младенцы Сшитые друг с другом Да Другими словами Видимо действительно Кто-то над ними Это сделал Со фантастов Не могла же Одна из них Пришить другую К себе Это было бы Что-то совершенно Невообразимое Так Призыв старого Потерянного тела Ага Ничего себе Так Потерян во тьме Забывшись в слезах Ваше тело Становится Ложью Благодаря одному Ангелу Решившему Принести вам Печаль Вам понадобится Сердце лягушки Голова Юной девственницы Что, простите? Даже не кровь? Голова Ммм Впечатляет Даже не нога Я тебе так скажу Даже Хорошо, вот не сердце Хотя какая разница Нет, голова даже хуже Ладно, короче Шерсть и кровь Черного кота Пентаграмма из пепла Обгоревшие тело лисы Какого хрена? Приготовьте ингредиенты В горшке Или Что-что? Котле С большим количеством воды Просто это слишком на х похоже Я думал, какого-нибудь к черту хотле Хотел Да-да-да-да-да-да Собравшись выпить зелье Повторите эти слова Ну, это что-то на немецком Или что-то в этом духе Махнам Бук Ох, махнай И черт знает, что Пойдем отсюда Да-да-да Это Вернее, даже, наверное, не на немецкого На шведском Тоже, кстати, возможно Скорее всего Звучит почти как немецкий Я не уверен, что они настолько похожи Хотя может быть Вполне возможно Я не знаю, как звучит шведский Но это очень близкие страны Так, ладно Короче, она говорит, что девочки заперли чердак Поэтому нам туда нельзя Хорошо, что мы вовремя осмотрели там Все внутри на чердаке Увидели, что они там старые Тоже были друг другу привязаны Видимо, они мертвы Но они действительно, видимо, ходили друг с другом Вместе всю жизнь По крайней мере, если это вообще правда Если игра своей аллегории Не подразумевает то, что эти девочки Еще и что-то, как бы, ну Что-то, как бы сказать Не обозначают Ну, как бы, ну Что-то я туплю Короче, ладно Вернее, обозначают Да, могу ли я выйти? Могу, смотри Это как раз лягушка, которая мне нужна Да, сердце лягушки нам нужно, да? Я уже забыл Изучить Что-то стремное Сердце лягушки Совершенно верно Причем у меня есть Нож Вот Будем вырезать Ну, по крайней мере, возможность Якобы, наверное, может быть есть Ржавый старый велосипед Посреди острова Добрит какой-то Да, бред какой-то Не думаю, что я далеко на нем уеду А-а-а, понятно Значит, мы как раз в этом доме Среди острова Да Да, кстати, а где мы его увидели? Я уже забыл М? На картинке На картинке? Хм Вокруг этого дома нет ничего, кроме воды Что тоже символизирует колодец Что очень странно, потому что Кстати, действительно, смотри Это сочетается с тем, что дом у нас без таблеток А колодец под таблетками Это сочетается, потому что Мы вошли в дверь В колодец Под таблетками Да И оказалось Такое чувство, что мы сейчас Как бы в мире под колодцем Ладно, я говорю довольно очевидные вещи Но просто они для меня относительно открытия Не говоря о том, что это остров посреди воды Тоже сочетается с колодцем Я об этом тоже подумала, когда мы это увидели Сначала я подумала Да, мы оказываемся в доме на картинке Розовые розы Ах, я уколола мизинец Плохие розы Плохие, плохие розы Мерзкие розы Большой-пребольшой камень Оставлю его здесь Да, такую хрень брать лучше не надо А, длинная доска Отлично Я, возможно, даже смогу выбраться из колодца Здорово Эй, ты Это я Да Кто говорит? Я Я должен тебе кое-что сказать Да, что такое? Ты в большой опасности Не доверяй тем девочкам Почему вы это говорите? Послушай, девочка Я знаю, что могу уплыть отсюда Но они мне не позволяют Каждый раз, как я пытаюсь выбраться Я возвращаюсь Это дум Эдум, блин Это дом Будто огромный магнит Магнит для жаб И котов Они любят нас Но Не просто так А что вы используете нас? Не доверяем Не буду доверять Обещаю Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Как вы узнали? Ты видела мертвую девочку в одной из комнат? Ты закончишь так же Если воспользуешься рецептом Она пыталась И сделала все неправильно Понятно Я, кстати, думал, что это Одна и это самая Но да, понятно Имеется в виду, что Они хотят тело Они хотят разделиться Они хотят тело И, возможно Они хотят тело Френ Да Ну или просто нужна Голова невинной девственницы Ну, правда, мы Довольно виноваты Но хотя не очень Не-не-не Мы всего лишь убили воображаемого жука Вполне, да Вот Понятно, почему нужна голова Потому что нужно остальное тело Возможно Что мне тогда делать? Я не очень умный Но на твоем месте Я бы подошел к делу творчески Творчески Я сделаю всевозможное И, девочка Прошу Спаси нас Я очень хочу выбраться отсюда Знаешь ли Пока-пока Как в семах Помахала Да-да-да И пошла Бай-бай Лунный свет на воде Такой красивый И спокойный Я чувствую, будто луна Следит за мной Интересно Лунный свет работает так же Как и солнечный Что это значит? В смысле работает? Ну не знаю Загорает ли кожа на нем Или что-то вроде того По крайней мере Или Мне так показалось Или просто суть в том же Ну в общем, в любом случае Насколько я знаю Лунный свет Это отраженный от луны Солнечный свет Так что Угу Угу Так, ага Красивый и спокойный Попробую здесь сесть Наверное, буду в колодце Нет Скептикам Нужна правда На бумаге Слышь ты Что это значит? Это она написала Скептикам Некоторые люди Верят всему Что написано Ха-ха-ха Все, что написано На стене Знаешь, типа Того, что там Не знаю Марта Дура И такой Ё-моё Тоже на заборе написали Все, теперь буду верить Как-то так Кровь еще такая Может быть, с ней можно поговорить Кошмар Моя сестра пыталась поймать меня Но я убежала Сестра Погоди Ну, какого черта Она выглядит, как одна из девочек Вроде бы Я не понимаю Мне страшно Ты поможешь мне В моей голове сидит монстр Да, сестра Что-то загадка на загадке По загадке Хм Очень странно Очень странно Любопытно Да Такое чувство, что Одна из девочек Которая пыталась Сотворить магию Это одна из них Чушь какая-то Клары Стой А получается Мы перешли Неужели мы перешли Во вторую часть игры Только когда попали в дом Нет, вторая часть игры Это Это Вторая часть Вторая часть второй части Это вторая глава Вторая часть А-а-а Понятно Вторая часть просто очень здоровая Да, очень здоровая Да-да-да И она немного разная Поэтому она разделена Совершенно верно Так что это не третья Это все еще вторая Ну вот Окей Творчески То есть Не убить лягушку Так что ли Это сложно Явно не убить лягушку Ты уверена? Поднимемся К коту попробуем Но мы же не можем. Ну, а мы сделаем это. Ну, если Спрэнт скажет, что нет, то нет. Пока вроде все гладко. Она вроде говорила, что... Нет, она говорила, что заперта. Ах, эти девочки, они заперли чердак. Ну, как? А, я идиот, я идиот. Тьфу, вернее, я не идиот. Черт. Погоди-ка. Нет, я не идиот. Знаешь что? Может, пилюли, да? Именно. У нас есть доска. Ну, да. Мне главное, все еще мурашки по коже вечные из-за этой чертовой игры. Просто длиной в вечность причем. Даже при переходе? Да, то есть даже сейчас пришел, еще в очередной раз увидел все эти скелеты и такой... Вот, так, ладно, использовать. Отлично. Секретная бутылка. Что бы это могло быть? Вот, она перешла. Ну что, поползли? Я не могу это поднять. Слишком тяжело для меня. А, она не может ползти, черт. Но ей нужна эта бутылка. Ну, так и ножом. Ножом, ножом. Так, а я думаю, она сможет заползти. Я срезала веревку. Чудесно. То есть мы не сможем выбраться отсюда. Жалко. Реально жалко. Прикольно сделали, что она даже не надо долго спускаться. Черт, это продуманная игра. Э. Что? Эй, жжется. Почему здесь нет огня? Нет, ну, в смысле, ай, жжется. Но почему? Здесь же нет огня. Что жжется? Бутылка? А, может это типа кислота или что-то в этом духе? Лягушка сожрала бутылку, и да, и все плохо. С лягушкой. Так. Кстати, сердце лягушач. Где? Возможно. В лягушке. А, возможно. Не могу дотронуться к бутылке, и очень жжется. Может, она заколдована, чтобы ее никто не трогал. Что мне теперь делать? Так любопытно. Ай, жжется. Чем бы взять? Хм, трупом. Нет, нет. Это уже перебор. Метлой! Так не пойдет. О! Пинцетик. Попробуй. Ну да. Мертвой лягушкой, да. Что-то сработало. Ох, я достала бумагу. Так здорово. Такой черт нам бумага. Раскрытие истинной души. Ага. Как, главное, мелко-то написано-то. Главное, есть кровь исполнителя ритуала. Это очень интересно. Окей. Так, ладно. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы осознаете цель этого поступка. Если вы пытаетесь испортить эту сущность... Испортить, да? Вроде бы. Ваша душа будет скрыта и никогда не увидит лицо истины. Бред. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится кровь исполнителя ритуала. Ну, это мы как-нибудь достанем. Пять черных свечей. Это мы имеем. Она, смотри, она причем вычеркивает своим зеленым этим самым маркером. Да, я забыла, что он у нее зеленый. Я подумал, бред какой-то. Да, пентаграммы из пепла. А, то есть у нас есть пепел. Это уже что-то. Распустившаяся синяя лунная роза. Ну, это хрен, я не знаю, где достать. Синивый достанем о волосе. Соли и перец. Это и есть. Волос человека, которого вы хотите заколдовать. Ну, как-нибудь. Пеплом нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. А, у нас это есть, кстати. В каждой верхушке пентаграммы разместите зажженную черную свечу. Наполните котел водой и вскипятите. Да, правильно? Не, и положите в него другие элементы. Вскипятите, вылейте на того человека, которого вы хотите заколдовать. И хотя вокруг пентаграммы... А, хотя, вернее, вокруг пентаграммы повторяйте эти слова. Тоже какая-то чушь. Шведская чушь. Не важно. Да. Слушайте, ну, меня прям что-то совсем прел пока что. В том смысле, что это очень интересно. Да, да. То есть, знаешь, ты все говорил про то, что это крайне впечатляет. Да, пока это было крайне впечатляет. Но теперь это еще и жуть как интересно делать. Потому что надо делать какую-то хрень. Это очень интересно. Так. Знаешь, эта игра не просто выглядит как игра из 90-х. Это гораздо лучше игры 90-х. Хотя и напоминает. Мне это, кстати, не напоминает именно игру из 90-х. Нет. Мне это напоминает, кстати, скорее именно что-то очень классное, современное. Разумеется, инди-современное. Но, черт возьми, очень классное. Ну, то есть, нет. Ну, таким оно и является. Да, 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 разумеется. Нет, здесь есть очень классные, важные старые элементы, которые, как ты правильно сказала, были уже потеряны в какой-то момент. Вот. Но просто здесь есть очень много еще чего другого. И это очень классно. Так, пентаграммы есть? Прикольно. Ничего себе. Вышло отлично. Хорошая работа, Фран. Что? Я повис. Знаешь, почему я повис? Почему? Потому что ее родители уже валялись рядом с пентаграммой. И это неоднократно подчеркивалось, что именно с пентаграммой. Это все добром не кончится. Не именно это, а вообще в принципе. Эту игру, конечно, будет очень сложно разгадать. Каким бы путем мы не пошли. Тьфу, не работает. Хорошо, приступим. Я верну своего котика. Это разве не спички? Разрыхлитель. Ах ты ж черт. Чтобы сделать тесто пышным. Понятно, понятно. Теперь лучше. Красивый огонь. Свечи зажжены. Теперь использовать нож на Френ. Да, я знаю, тот еще бред. Милаха. Но все лучше, чем убивать лягушку. Да. Такая срезана аккуратно кровь. Вот кровь. Давай возьмем кровь и объедим ее с этим самым. Котлом. Нет, вода должна кипеть в котле. Ну ладно, потом. Маш. Зато есть кровавый нож. Так, ладно. Что у нас там теперь-то изучаем? Значит, мы не нашли лунную розу и волос человека. Ага. Да. Это задуя свечи? Нет, не задула. Холодый ветер. Неизвестно, зачем нужен. Совершенно неизвестно. Может быть, мистер лягушка может что-нибудь подсказать. Ты уже нашла решение? Я не знаю, что делать. Я в ступоре. У тебя есть то, что позволит видеть вещи, которые другие не видят, но это вполне естественно. Откуда вы знаете? Я говорящий. Разве это нормально? Не думаю. Но ты говоришь со мной. Это делает тебя особенной. Это логично. О, да, логично, естественно. Да вы правы. То есть в том смысле, что у тебя есть нечто, что заставит тебя видеть то, что другие не видят. Я говорящий, но я не должен говорить, но ты это видишь. Значит, да. Ты можешь видеть вещи, которые другие не видят. Знаешь, как называет моя бабушка лягушку, которая живет у меня в аквариуме в Туле? Ну? Ляга. Почему? Типа такое милашное сокращение, но оно на самом деле нифига не милашное. Сокращение от чего? От лягушки. А-а-а, ё-моё. Лягушка ляга. А-а-а, это как ягуар яга. Ну, типа того, только дурацкая какая-то аналогия. Вот именно, потому что ягуар яга. Ты это слышала когда-нибудь вообще? Да. Вот-вот. Да вы правы. Ну что с того, что я могу видеть? Ты все осмотрела? Возможно, ты пропустила некоторые послания. Послание я взяла. Созли взял. Посмотрим, что я смогу найти. Ля-ля-ля. Так. О, синяя роза. Опять же, мясо тут везде вывешено. Они не пахнут. Должны быть они пластиковые. Видел картины с мясом? Да, да, я картины с мясом видел. А мы их даже заценивали. А-а-а. Угу. Точно, не приносит действительно никаких приятных воспоминаний. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. А если взять красную розу и покрасить ее в синий цвет? Ну, погоди, это картинка. Картина с красной розой. Хм. У нас нет ничего желтого. Желтого? Типа распространенная тема смешать зеленый... А нет. Надо размешать синий с желтым, чтобы получился зеленый. Ну, тогда... Ну, тогда пофигу. Я не права. Хм. Это все не так-то просто, конечно же. Хм. Может быть, мне нужно... Это совершенно безумная мысль. Взять семечко и посадить ее в трупе. Что? Ничего, конечно. Хм. Эй. Время щекотки. Аааа. Ааа. 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 Очень сильное время, очень мощные щекотки. Ай-яй-яй. Так, нашла решение, все такое. Пока я в ступоре. Пока я в ступоре. Ааа. Моя сестра. Так, да, было. Так, что вы знаете, что у меня написало? У меня есть бумага, но что за правда? Хм. Правда на бумаге. Ну, правду я и так уже вроде нашел на бумаге. Разве нет? Розовые розы. Хм. Может быть, срезать розовую розу? Нет. Хм. Очень странно, непонятно что-то. Что-то непонятно. Вон, картина. Здесь? Нет, с другой стороны. Ааа, здесь. Вот, синие розы. Рядом с луной. А вот что делать с синией розой на их картинке, правда, непонятно. Это причем намек. Просто намек? Да, я думаю, что это какой-то намек на что-то связанное с девушкой, водой и луной. Луной, водой, девушкой. Луной цветок. Может быть, подарить ей цветок? Ммм. У нас нет цветка. У нас нет цветка, да. Срезать цветок? Откуда? Вон там розы. Я уже делал. А, резал? Да, я пытался. Смотри. Использовать. С розами. Неа. Порой вещи просто не работают. Да, так оно всегда и бывает. Понятно, что роза как-то отсюда достается. Ммм. Ну как? Семечко? Дать ей семечко. Полить кровь на семечко. Не знаю. Дать семечко лягушке. Так, луной свет на воде. Луной свет на воде. Опа! Получилось. Что-то вышло. Ой. Реально выросло. Слушай, это реально надо было, оказывается, просто... Да. Ух ты! Как красиво синяя роза. Действительно, кстати, прикольно. Я помню, я прям хотел каким-то образом сделать сильную розу или просто увидеть ее, я уже не помню. Да, да, типа был намек. Девушка с синей розой у воды. Да, в лунном свете. В лунном свете. В лунном свете. Кого? Блин, ну кто? Красивая картина. Давай еще раз посмотрим. Это давай, 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 давай. Вот она, вот она. Вот все, все, намек. Только девушка не девушка, а девочка, и она мертвая, и она не голая. Не, я думал, что как раз дело в этом, но оказывается, что девушка здесь лишняя, что просто эта штука растет в лунном свете, и все. Я думал, дать девочке, а она-то типа там разберется. Опа. Кстати, эта штука перестала дуть. Что дуть? А, нет, смотри, опять задуло. Только что висело здесь, я думал, что не дует ветер. Вот. А, нет, он периодически все-таки дует. Так. Хорошо. Хорошо. Еще одна фигня насчет этого самого, как его, насчет правды и неправды на этом самом. Во! О! Мол, правда на этом самом, волосы с головы еще нужны. Мы написали. Кусер, зачем? Так как же ж, ну, чтобы они дали нам волосы с головы. Только, блин, где их самих достать, вот вопрос. Мы типа их надуть решили. Да. А, вот они. Френ, вот вещи, которые тебе понадобятся. Ты изучила ритуал? Что-то мне кажется, что это лягушка. Та самая наша? Угу. К сожалению. Э-э-э, попробуй в окно вылезти. Сейчас, чуть попозже. Да, но нужно больше времени, я не зап... Я не могу запомнить всех слов. Что ж, выучи их быстрее. Дай нам знать, когда будешь готова. Действительно большая, причем такая по сравнению с Френ. Не, лягуша жива, смотри-ка. Пссс, девочка, думаю, тебе нужно помочь избавиться от мешка. Я помогу. Какого еще мешка? Ну, он может понадобиться. Поверь, нет. Если мы хотим выбраться, этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его. Ты меня не видела. Пока. Какой мешок? Ну, в нем что-то было. А, в нем было сердце или голова. Что-то из двух. Возможно, голова. Я думаю, скорее голова, да. Значит, все-таки нужна голова не Френ. Окей. Так, ладно, ладно. Так, вот список. Список использовать на них. Послушайте, леди, кое-чего не хватает. Я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны. Мы знаем. Сами посмотрите. Здесь так написано. В рецепте. Действительно. Как мы могли это упустить? Хорошо. Вот. Теперь готовься. Несколько волосиков. Так что, надеюсь, с обеих голов. А то еще не сработает. Я дам вам знать, когда буду готова. Хорошо. Так, окей. Чего еще мне может не хватать изучить? Все готово, слушай. Лягушка, конечно, такая удрала с головой. Да, странно. Причем нам нужно было сердце лягушки. Да, да. Ты уже нашла решение. Да, ну, чушь. Ничего особенного, да. В пилюли зайди. Зачем? Ну, просто посмотрите. Она все еще тут стоит. Да, вообще фигня. Никак не отреагирует на себя. Скептикам нужна правда бумага. Это, короче, прикол насчет бумаги. Ну, как раз то, что мы написали. А-а-а. Угу. Так. Большой вопрос. Возможно, теперь можно к коту. А, пока она ушла, нельзя было к коту. Может быть, теперь можно к коту. Ушла? Угу. А, нет, смотри, заперли чердак. Заперли, заперли, да. А-а-а. Ну, они же вернулись. Че-то, почему ты не можешь поговорить с места там полночь, пока они не вернутся? Они же вернулись. Не, ну, они тебе запретили просто и заперли чердак. Ну, ладно. Именно заперли ты бы не можешь пройти. Физически, то есть. Ну, понятно, что трансцендентально тоже не могу. А-а-а. Окей, у меня уже есть эта штука. Что мне еще нужно? Я, к сожалению, все забыл. Э-м-м. Волосы. Сейчас, сейчас, сейчас. Соль, перец. Розы. Так, мне нужно наполнить водой, положить все в него элементы, скипятить и вылить на человека, а потом, ходя вокруг пентаграммы, петь слова. Понятно. Так, значит, мне нужна вода. Э-м. Тьфу, блин, в смысле, взять сюда. Мы сейчас хошпарим просто насмерть. Видимо, да. А-а-а. Так, значит, использовать сюда. Э-э, так мерзкая вода полилась. В смысле, звук или что? В смысле, вид. Ну да. Ну да, сказал я неуверенно. Тут мерзкая какая-то, молоко убежало или что-то такое. Или скисло прям там. И такое потекло, как слюни. А-а-а. Ох, я забыл зажечь огонь. Спичечки. Все время же сначала ставлю, а потом зажигаю огонь. Какая разница. Брыщ. Классный огонь. Ну она одновременно типа делает это. Смотри, классный огонь. Николай огонь. Мне нравится. Мне тоже нравится съесть такая штука. Так. Скипятили. Да, кипящий он выглядит чуть лучше, чем был. Какие розы? Прощай, синяя роза. Отправляйся в котел. Значит, кровь. Иду, говорит роза. Теперь моя кровь. Надеюсь, она вкусная. Тра-ля-ля. Обычное железо. Да, теперь волосы. Хорошо. Соль и перец. Используй соль и перец. Соль и перец. Волшебный суп. Готово. Мне следует дать девочкам знать, что зелье готово. Прям по голове. Да. Мы взяли котел? Да, да. Так. Можем ли мы просто вылететь или нужно разговаривать? Вот вопрос. Или это будет разговор? Все готово. Пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. А, нет, она идет. Все еще идет. Сейчас ее пентаграмму охренеет. А, она встала на пентаграмме. Пентаграмма нужна ей для того ребенка. Ага. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Что-то мне все это не нравится, серьезно. То есть, родители еще умерли. Погоди, там, где умерли родители, там тоже был окровавленный нож, причем. Да. Да очень странно. Почему это так сильно связано с тем, что произошло с ее родителями? Она не игралась с ними и случайно убила их, нет? Вряд ли. Хм. С чем же тогда смысл? Черта узнает, пока не ясно. М-да. Такая, да, прикольно. А я причем думал, что она их кипятком ошпарит, а эти вроде нормально реагируют. Наверное, вода остыла, может быть. Может быть, я не успела еще долететь, типа. А теперь я произнесу слова. Да, действительно нормально реагирует. Соответственно, она произносит слова. Да. Все еще произносит слова. Подожди. Это не то заклинание. Ты нас обманула. Ну, по крайней мере, мы избавились от девочек. Так или иначе. Так или иначе. Что я наделала? Боже мой. Это неправильно. По-моему, там даже было написано, что это неприлично, но, может быть, я сильно ошибаюсь. Ключ. Теперь я могу освободить котика. Я действительно могу пройти к котику. Так что там, жаба? Что-нибудь скажешь? Ты уже нашла решение? Да, черт возьми, я не в ступоре. Э-э-э, что за бред? Может, это глюк? Нет, нет, нет. Просто это не продумали. Все нормально. Просто все нормальные люди идут спасать котика, а не разговаривать с жабами. Надеюсь, я могу хоть открыть эту штуку. Да, ура. Болтаюсь с жабами. Угу. Вон, с ума там сходит. Иди, Френ. Пожалуйста, освободи меня. Найди ключ. Так, ключ у меня есть. Ключ, классический ключ Френ. Жмакаем. Что такое, Френ? Открой клетку. Похоже, это не от него ключ, черт. Не получается. Ключ не подходит. Ты видела замок где-то еще? Честно говоря, нет. А где, а где ты? А-а-а! На зеркале. Точно. Да, видела один. Посмотрю, подойдет ли он. Я буду ждать. Торопись. Черт, похоже, опять попадем в еще один другой, совсем другой мир. Притем, кот, похоже, останется здесь. Похож, похоже, так и будем лжать. Ну, ничего, по крайней мере, мы его повстречали, и он оказался не таким классным, как во сне. Ключ был от этой скважины. А это что? Головоломка. Серьезно головоломка? У-у-у! О, ломчик. Хм-м-м. Это нельзя переместить. Окей, а что можно перенестить? Я что-то везде кликаю. Может, чего-то не хватает, как поисковый как? Забавно. Должна быть часть машины, не могу ее сдвинуть. Так. Ага! Ай, пятнашки! Тьфу ты, блин. А, всего лишь. Ну, так или иначе. Так, это я сдвинуть не могу. Понятно. Теперь понятно. Я думаю, что за нахрен все? Тыкаю, тыкаю. Главное, ничего не получается. Так, а этот что не подключился? Я не понял. Он подключился, наверное. А почему-то они крутятся. А, потому что у них не хватало денег, не знаю. Или что-нибудь в этом духе. Так. Так, 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 так. Слушай, я реально... А, слушай, я понял, я понял. Нам еще тут, наверное, издалека надо привезти. Похоже, может быть, надо... Нет. Наверное, тот издалека это самый главный. Более-менее главный. То есть, возможно, только он сможет подключиться к той фигне. Вот к этой вот, я имею в виду, которая большая крутится. Да, да. И надо, наверное, привезти к вот этой крайней. Ну да, может быть. Смотри-ка, опять он... Да, да, я уверена. Я уверена, что его надо привезти. Нет, понятно, понятно. Да, да, да. Это туда. Я с тобой согласен. Как бы нам проверить, работает или нет. О, ура! Хм, что-то есть. По крайней мере, крутятся эти. И на том спасибо. Хм. Ага, уже лучше. Причем это пятнашки, поэтому мы, как всегда, встречаемся с проблемой того, что, чтобы победить, нам придется двигать то, что уже стоит на своем месте. Черт. К сожалению. К сожалению. Вот. В пятнашках вечно так. Черт. Они знали, что делали, когда делали эту штуку. Ладно. Как всегда, как всегда, мы должны чем-то жертвовать. Жуть такая. Все работало, работало, а теперь хрен тебе. Так. Так, ну что, осталось только этот засунуть. Да, 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 самое малость осталось. Ну как? Все четко. Относительно малость. Хм. Хм. Тащи, тащи, ты почти все сделал. Не, 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 не. Я какую-то хрень творю. Я один освободил, видишь? Мне, наверное, надо сделать как-то так. Только зачем. Зачем, действительно. Так, сейчас, 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 сейчас. Ага. Гигантский пятнашище, блин. Все, кажется, должно... Нет, не должно, черт. Почему не должно? Сейчас. Куда? Ээээ, сейчас. Так. Фу. Ты сделал это, и вылезли отвратительные мерзкие маски. Которые смутили Фран. И там два скелета. Да. Я думал, это будет проход в новый мир, но нет. Хм. Здесь два скелета, офигеть. Что это? Два скелета. Причем два, они все-таки не срослись. Чушь какая-то, ничего не понимаю. Они маленькие, как я. Ага, то есть не больше тебя. Я поняла, кто эти двое. Тогда это... Тогда я не убийца. Да, неплохо. Блин, чушь какая-то, ничего не понятно. Так. Девятый сестер. Девятый сестер. Можем завершить задачу. Сильнейшие... Сильнейшие будут жить вечно. Слабейшие умрут. Мм, где еще написано «Мать». Какая-то фигня. А. Какой нахренытворд. Еще здесь два. И таблетки. Да. Да. Таблетки. Тот же самый. А, чушь какая-то. Мы их видели, такие же желтые. Жемчик, наверное, из порванного ожирения. Слушай, ну здесь прям заговор какой-то, офигеть. Это же забавно. Забавно, что в итоге получается какой-то заговор. Да. С таблетками. Черт и что. Просто, е-мое. Вот это мне, кстати, нравится. То, что я имею в виду... Ладно, мы ходим за сумасшедшую. Ладно, происходит бред. Ладно, там это. Ладно, то. Ладно, это пересекается с этим самым. Но в конечном итоге все упирается еще и в какие-то таблетки, которые подменили. Черт и что, это забавно. Просто черт и что. Так и не поняла, конечно, окончательную тему этих девиц. В том смысле, что... Нет, смотри, это фотография. Да. Возможно, знаешь, мне кажется... Мне кажется, что их действительно... Возможно, до старости они все-таки дожили как единое существо. До старости. Но сначала их было двое, а потом еще тут скелеты, то есть тела. И то есть якобы какой-то Итвард что-то отнял. Да, это непонятно, но кусочки ясны. Как-то так. Нет? Ну вот. А при чем тут младенцы? Хороший вопрос, не знаю. Причем и тут, и там. В смысле, младенцы сшитые или что? Да, да. Кстати, надо к ним подняться. Может быть, это тоже глюк был, который рассеялся или еще что-то. Вряд ли рассеялся. Может, это был просто один из намеков. Просто это жуткая тварь. Не знаю. Голубая лента. Она мне очень нравится. Точно, там у одной же была голубая, у другой розовая. Да. Угу. Ну, наверное, они дожили до старости, действительно. Угу. Розовая лента, красивое украшение для волос. Вот. У сестер огромный шрам посередине. Жутко. Возможно, они были разными людьми. Я думаю, были. Да. Кровать и пол выглядят знакомыми. И все это как-то упирается еще в гребаную клинику. Да. И в этот даутин. Смотрите, заговор какой-то. Это классно, что все в итоге ее к заговору. Это прикольно. Угу. Ну, не знаю. Мне это скорее нормально. То есть, неплохо, нехорошо. Ну, типа того. Это может быть как хорошо, так и плохо. Угу. Ну, мне, скажем так. Я просто, я думал, что я понимаю, что происходит. Типа, что происходит безумие и все такое прочее. А в итоге они выкручивают на что-то другое. И мне это нравится. Мне нравится, что в итоге получается что-то не то, чего я ожидал. Понимаешь? Угу. Смотри, написано, мать должна умереть. О, господи. Если наоборот. Да, действительно, мать должна умереть. Фууу. Возможно, эта мама была вовсе не такой хорошей. Моя мамочка была хорошая. Она часто меня обнимала. В общем, наверное, все сказали по этому поводу. По поводу чего? Погоди. Мы еще не заценили, например, вот это. Блестящая штучка. Выглядит как ожерелье. Или это. Двуглавая кукла. Видимо, она очень старая. Она довольно грязная. Думаю, с ней много играли. В общем, она реально видит много призраков. И, наверное, действительно, эти девочки действительно здесь были. Они были такие более молодые. Типа, они тоже были чем-то вроде призраков. И они действительно заставили девочку что-то сделать. Она действительно здесь ходит в виде призрака. И там действительно валяется ее труп. И, по всей видимости, раз таблетки закрыты, то мы все-таки более в реальном месте. Брат, какого хрена мы посредить нигде? Вот это уже больший бред. Ну ладно, не знаю, короче, ничего не знаю. Дуатин. Дуатин. Так называются мои таблетки. Хм. Но они принимали желтые. Интересно, в чем разница? Насколько мы знаем, что просто под красные их замаскировали. Ну или красные помощнее. Что-то в этом духе. Должно быть ключ от клетки. Наконец-то. Дуатин. Дуатин, понятно, да. Фуф. Ну здорово. Нет, ну все-таки обязаны именно в этом видео освободить мистера полночь. Да, да. Попасть в следующую главу. Все-таки дело великое. Я очень надеюсь, что мы поедем в следующую главу. Сюжет пока просто потрясающий, наоборот. Я до сих пор не понимаю, какого черта человек говорил, что сюжет бред. Сюжет, наоборот, просто меня крайне радует. А, мне кажется, он дошел до муравья. Я действительно сама смутилась. Великий Антонио будет есть мясо. Нет, Антонио тоже имел смысл в каком... Почему-то, я не знаю почему, но Антонио, наверное, имел смысл в каком-то смысле. Я не знаю в каком. Короче, к черту. Вот. Серебряный ключ. Он должен вы открыть. Ну, в итоге да. В итоге да. Я и хотела сказать это. Просто тогда, когда было нихрена непонятно, тогда это действительно выглядел как великолепный бред. Ну, что, открываем. Днифрен. Пожалуйста, своди меня, найди ключ. Ой, простите. Бла-бла-бла. Ня-ня-ня. Думаю, это тот самый ключ. Получилось, мой котик. Получилось. Выходи. Дай мне тебя обнять. Что у нее с лицом? Мне кажется, она какая-то злая стала. Или мне кажется, не, она просто радуется. Да, да, да. Фу, все нормально. Очень мило. Ага. Мы все-таки нашли мистера Получи Круты. Причем он какой-то, я не знаю, как я к нему отношусь. Он в разных местах дорисован по-разному. Здесь мне скорее нравится. Этот самый, когда он там сидел, он мне скорее не нравился. Больше всего, конечно, мне нравится во сне. Но во сне он явно какой-то другой. Черт-те что. Как же хорошо. Я свободен. Френ, мой добрый друг. Так, что-нибудь из этого, пофигу. Мой дорогой, мы должны выбираться отсюда. Да, пошли. О, мы открыли мистера Получи, отлично. Ну уж опять посмотреть на... Куда? Ужасная... Чего? Качалку с детьми. Хотя ладно, не надо. Какую качалку? Колодец? Нет, 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 не колодец. А, ты об этом, да не отошло. Ну, не трогай они, наверное, и сушно орут. Да ничего страшного. Да, они сменились. Хелло с долей. Более того, это достижение. То есть это то, что здесь на самом деле лежало. Действительно, на самом деле была кукла. Угу. То есть до этого был... С одной стороны, это как бы глюк френд. Причем здесь тоже два написано. То есть там два, здесь два. Странно очень. Вот. Спящая кукла. Пожалуйста, спой мне. Пожалуйста, не надо. Эй, не хочешь? Хм. Ничего страшного, я могу спеть сама. Ну и спела бы. Чего ты... Конечно же ты не будешь печь. Ну, печь. Петь. Вот, смотри, он уселся. Да, да, да. Прикольно. Клёва, клёва. Молодец. У нас, наверное, сюда мой котик. Надеюсь, да, всё такое. Я тоже надеюсь, френдами сделаем вместе. Я помогу тебе. И лижиться ещё. Ну, какой-то... Короче, я понял. Почти вся анимация ушла на кота. И на френд. На френд, да. Тоже ушло очень много анимации. Но кот, он что-то прям, смотри, он и лижется, и что-то только не делает. Да, да, он совсем как живой. Надо же. Офигеть. А на фотографию посмотреть? Какую где? Не изменилось. Не, это тоже довольно реально. Да, да, да. Всё-таки они до старости дожили. Да и там тоже была именно фотография. Они действительно были сшиты. Но почему они были сшиты? И почему здесь тела? Это очень странно. Именно села. Да. Ты что-то нашёл? Да нет здесь ничего. Что? Что? Он просто играется, да? Не, подожди, подожди, подожди. Мне покажется, что он просто играется. В любом случае, это очень клёво. Да на него тысяча анимаций ушло. Так, ну и здесь опять же, да. А мы ещё думали, не найдём кота до конца игры. Да. Так вот он и он. Да, довольно живой, это здорово. Молодец насчёт куклы. Молодец. Потому что это действительно открывает большой смысл в игре. Это вообще, конечно, жалко, что мы некоторые достижения не открываем. Ну ладно. И вернёмся-ка всё-таки в колодец. В колодец. Да, на какой-то момент. Ну рискнём. Кот хоть не утонет? Не, мы просто без кота. Я вернусь. Да. Это у меня страшно. Без кота здесь находиться. Странно, кстати, не понимаю, куда уходить. Единственный путь наружу, это окно получается. Да, поговорим с лягушкой заодно. Итак, быстренько зайдём сюда. Просто на всякий случай. Нифига тут нету. Хотя погоди-ка, я, кажется, знаю, как выйти отсюда. Я смогла, сэр, жаба. Девочки мертвые. Прекрасно. Теперь я могу отправиться к своей семье. Я тоже хочу, сэр. Я, наконец, нашла своего котика. Я просто хочу домой к тюте Грейс. Но... Но как вы выберетесь? Здесь нет лодки. Я, по-моему, знаю, как выбираться. Конечно, я скажу, помогите нам. Я думаю, что, наверное, нам нужно выбираться через лестницу, через которую мы сюда пришли. Но это, конечно, не факт. Я думала, что вы нам поможете выбраться отсюда. Я хотел бы вам помочь. Но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на ту сторону. Дайте мне подумать. Не бросайте нас, прошу. Да, кстати, давайте тоже здесь съедим таблетку. Какой бы она пропадает с таблеткой? Отстой. Так, моя сестра пыталась... Очень стрёмно. Она и убежала. Так, окей. Короче, выход должен быть там. Вот здесь. Да, наверное. Лестница упирается в стену. Что у нас есть? У нас есть... Что это вообще такое? Я забыл. Это здесь дезинфектор. Совершенно неизвестно, зачем он нужен. Ножом. Швабра. Шваброй кота погоняем. Хорошая идея, кстати. Это не работает. Мистер Полноч, у тебя есть идея, как отсюда выбраться? Я не знаю. Возможно, у кого-то другого есть идея. Отстой. Проблема в том, что никого больше у нас нет. У нас есть только он, лягушка и... Самый... И призрак, но лягушка... Ой, это я случайно. Лягушка не говорит никаких идей. Призрак тоже. Я смогла, и это уже было, блин. Так. Хорошо, нашла котика. Ля-ля-ля. Блин, как же вы долго разговариваете. Мы не умеем плавать. Боимся воды. Я крошечный, разумеется. Мое тело довольно пластичное. Но на другую сторону я вас переправить не могу. Поэтому не бросайте нас. Может, мы можем уехать на велосипеде? Конечно же, нет. Открыть неизвестно, зачем эту штуку. Нет. Залезть сюда. Нет. Затопить печь. Через печь уйдите. Хороший вопрос, кстати. Вопрос. В смысле, хорошая идея. Возможно, нам действительно нужно что-нибудь сжечь. Уютно и тепло. Например, швабру. Нет. Спички? Нет. Это странно. Возьмите, эта жаба должна помочь. Что ты ему дал? То ли муку, то ли что-то в этом духе. Я не знаю вообще прикол. Просто не знаю. Я не сдобная булочка. Но вы липкий и мягкий. Прям как тесто. Ты правда... Ты права. Это может сработать. Была не была. Что за бред? О, боже мой. О, господи, он вырос. Это круто. Круто. Вау. Он мне нравится. Вау. Класс. Мне тоже. Он гигантский. Он не просто гигантский. Гигантская жаба. Он очень классно выглядит. Да. Ё-моё. Получилось. Сработало. Я большой и чувствую себя просто великолепно. Отлично. Поехали. Идем, мистер Получ. Конечно, Фрэн. Одно но. Гигантская жаба пристально на меня смотрит. О чем ты говоришь? Он хочет нам помочь. Вот и все. Хорошо. Если он попытается что-то сделать, я поцарапаю его. Все хорошо. Постарайся не ранить его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитают существа. Если мы упадем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу. Поехали. Эй, девочка. Прежде чем мы отправимся, я забыл отдать тебе кое-что. Я видел тебя на этом фото и подумал, что это твое. О, наша фотография, да. И еще книга. Она была с фотографией. О, господи, боже мой. Не знаю. Ах, жаба, вы нашли мое семейное фото. Большое спасибо. Я думала, что потеряла его навсегда. Но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка. Читать здорово. В ней много картинок, к тому же. Читать правда здорово. Ого, спасибо, я люблю картинки. Давайте отправляться. Да, поехали. Держись покрепче. О, боже мой. Вот это. Вау. Безумная жаба. А кот, по-моему, прется. Да, коту, кстати, очень понравилось. Его прям завлекло. Франта страшновато, а коту понравилось действительно. Ага. Еще одна мини-игра. О, черт. Причем это классическая мини-игра, хочу заметить. Неожиданно. Все время так не ожидаешь, даже второй раз. Смотри, смотри, как она выглядит. Да. Ё-моё. Черт возьми. Есть такая классическая игра. О, фу, есть. Дальше. Зря я это сделал. А может, не зря. Так, на этот рано прыгать. Давай, плыви что-нибудь. Спасибо, что-нибудь. Ты спасло меня. Да, это плод прям какой-то, смотри. Ё-моё. Слушай, это надолго, наверное. Музычка такая клевая еще. Блин. Прет. Прет. Там. Так, так, так. Это была ошибка. Черт. Ну, мы, кажется, начали опять с этого же места. Это нормально. Да. Блин, анимация такая странная. Причем, почему листья гигантские, если мы на гигантской лягушке? И почему цветок гигантский? Не, ну, 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 ну. Такая игра была. Я не помню где. Возможно, она даже была у меня на очень старой винде. Да, мы прошли эту фигню. Ё-ха-ха. Лягушка. Клево, клево, клево. Причем, прибыли, такое ощущение, что в какое-то 3D-шное место. Мы на месте. Спрыгивайте. Пойдем, котик. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо. Надеюсь, вы тоже. Прощайте. До свидания, сэр. И спасибо за поездку. Фрэн, что нам теперь делать? Искать путь домой, котик. Ты видишь небо? Сейчас рассвет. Скоро все страшные вещи исчезнут. А, я такой голодный и хочу спать. Хочу домой. Я тоже, котик. Мы найдем путь. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдем. Странный кот, блин. Так, ну что, что мы обычно делаем перед тем, как перейти? Мы едим один раз таблеточку на ночь. Да. Видим это. Причем мы стоим на этом. И удивившись Франк так на самом деле. Да, 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 да. Как всегда. Ну мы стояли на этом. И у нее, правда, было такое выражение лица, как будто, эмма, как-то неловко получилось, что я еще и стою на этом. Да, да, да. Реально было такое ощущение. В общем, да. Забавно. Возвращайся назад. Думаешь, ладно. И, пожалуй, бай. Мега серия. Надеюсь, вы ее посмотрите за день. Надеюсь, за три дня хотя бы вы ее посмотрите. Так что, ну, в общем, бай. В общем, бай. Всем готов. Бай.